Женя, расскажи, с чего вообще у тебя началось занятие музыкой? Все очень просто, в 1997 году, когда я еще был подростком, у меня была группа Andecat, есть до сих пор сайт, существует, andecatmusic.com, можно зайти посмотреть, как я выглядел в 14, 15, 16 лет, вот как раз в эти три года. Собственно, мы за то время, в 1997-1998 году получили награду за лучший электронный проект Юга России, и с этого все началось. Потом я бросил эту экспериментальную музыку и начал заниматься ремиксами и своими собственными танцевальными треками, то есть увлекся танцевальной культурой. Произошло, это, ну просто ты понял, что хочешь заниматься другой музыкой? Да, мне просто тянуло к этому, dates, 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 вот, собственно, и понеслось. А вот твой ник, он с самого начала был? Да, с самого начала я его придумал, и так он со мной до сих пор с 15 лет. А почему именно это? Я не знаю, так получилось. Я просто пробил его, тогда еще гугла не было, в каких-то поисковиках, я не нашел никого. В итоге сейчас, конечно, подобных нойзов очень много, но я такой один. И вот первые твои шаги, вот какие были именно у диджеина, как ты вот... Все в том же клубе, все в том же квадро. Меня... Услышали мою музыку, понравилось, сказали, давай, паренек, будем тебя учить. Первый из диджеев, который мне показал, как работают в то время еще Дэнон трехсотый, трехтысячный, как он работает, кнопки play, stop, там, печи все эти, показывал мне диджей Астап, да. Все его знают и в Москве, и в Краснодаре. Это краснодарский диджей, Астапчик, тебе привет большой. И вот как ты определился со стилем, который ты играешь? Ты знаешь, это все вырабатывалось годами, и определенного стиля. Мне нравится, конечно, больше хаус-музыка. Я играю в основном хаус-треки, но если площадка позволяет и набивается туда тысячи, то там хаус уже не особо там нужно рубить идеем. И именно идеем-треками я прославился в 2005-2006 годах. И, собственно, оттуда уже и был такой толчок карьерный именно в идеем-культуре. Но постепенно я из этой идеи-культуры ушел, и все-таки я остался именно хаус-продюсером, кем являюсь сейчас. Тебе больше нравится работать в тандеме, либо отдельно, именно вот там создавать треки, ремиксы? Что касается тандема, то мне нравится работать с талантливыми людьми. Если я слышу, что человек талантлив в чем-то, либо у него есть хороший голос, либо у него есть безумные идеи, которые просто тяготят мое ухо. Ну да, тут нужно садиться и с этим человеком делать какой-то совместный продакшн. Если же нет никакого, как говорится, то ничего нет, то и ничего нет. То есть для тебя не принципиально, да, по сути дела, одному тебе главное, чтобы с хорошим человеком, ну, с качественным там... Я за то, чтобы у нас музыка появлялась качественной. Очень печально то, что в России одно время на качество никто не обращал внимания, обращали внимание на количество работы. Вот, и на примитивные звуки, которые, собственно, этот шлейф музыки, он до сих пор еще... Он с 90-х за нами тянется. В 2000-х к нам присоединилась говноперделки, и до сих пор они от нас все потихонечку, потихонечку уходят. Но, наконец-то, я играю в клубах, я слышу, что играют диджеи, и, наконец-то, появилась качественная, классная хаос-музыка. Аллилуйя! Появился дип-хаос, в котором просто много очень оттенков, и, ну, наконец-то! Наконец-то! То есть то, что сейчас происходит в клубной культуре у нас, тебе нравится, да? Ну, не сказать, что все нравится, но нравится. Нравится не в барах, нравится в тех местах, где играет хорошая музыка. Вот если сравнить западную культуру с нашей, насколько она вообще отличается? Нельзя сравнивать западную культуру с нашей. Там она есть, у нас ее нет. К сожалению, но эта культура у нас тяжело переживается. Если в Москве, в Подмосковье у нас тут все хорошо, более-менее, есть какие-то клубы. Да, в принципе, они и в глубинках есть. Ну, их очень мало. Таких мест, куда приходят именно почитатели электронной музыки. С чем это связано? Хотя электронная музыка, она сейчас мутировала, и она ушла именно в коммерческий такой некий коридор. И, собственно, то, что мы слышим на многих радиостанциях, это и есть так. Электронная музыка. Все размылось. Попса, люди, кони. Нет каких-то четких границ, как это было раньше. Если это хаос, то это хаос музыка. Если это там драм-н-бейс, то это драм-н-бейс. А сейчас появились всякие трэп, подобные стили. Все вот так вот замешалось, перевернулось, перекрутилось. И это классно. На самом деле появилось много очень интересных работ. И, собственно, я тоже пытаюсь создавать что-то такое, чтобы всех удивить. А вот из-за чего это, как ты считаешь? Из-за того, что сейчас развит интернет, и сейчас какие-то границы уже стерлись. И что там талантливые люди, которые, например, могут жить в абсолютно другой части России, мы их сейчас творчество там можем услышать. Вообще из-за чего сейчас как-то вот, ну, лучше все-таки культура, наверное, все-таки. Люди стали более образованные. Прошли те годы, когда были слабые компьютеры. Я начинал свою музыку писать. На таких дровах это все делалось. И, собственно, сейчас программы, звуки все позволяет написать хит. Если человек хотя бы чуточку знает что-нибудь о музыке и умеет складывать один звук к другому, он без проблем напишет хороший, качественный трек. Ну, конечно, супер качественный он не напишет, потому что для того, чтобы написать качественную музыку, много всего нужно. Нужно и мониторы хорошие иметь, и уши хорошие иметь, которые слышат, как бы, отличают тембрально все эти звуки. И мало того, еще нужно уметь играть на клавишах. Насколько важно, классно, что затронул этот момент, музыкальное образование? Очень важно. Если есть музыкальное образование... У тебя оно есть? У меня есть, да, но я самоучка. То есть я в определенный момент бросил музыкальную школу, но в итоге всего достиг своими мозгами. У меня отец и мама музыканты, мама скрипач, отец гитарист, поэтому дедушка был аккордеонист, да, поэтому я передалось по наследству. Если сравнивать клубную культуру вот в глубинке, именно не клубную культуру, а аудиторию, да, Москва, Подмосковье, Питер, с остальными городами, с более, например, мелкими, да, где, например, численность там 100 тысяч человек, 200 тысяч человек, какая вот аудитория, вот по твоему опыту? Чем больше город, тем легче работать, тем более развит народ. Вот, соответственно, больше клубов, больше разновкусных людей, да, то есть кому-то нравится такая музыка, кому-то такая. Бывает, там, приходишь в какой-нибудь автопоэтийный клуб в том же Питере, и просто челюсть отвисает, насколько люди прикольные туда приходят. В принципе, и у нас в Москве это развито, где играет именно некоммерческая музыка. Но где-то в глубинках этого, наверное, не встретишь. Ну, это, наверное, из-за того, что из-за конкуренции, да, нет некой конкуренции в маленьких городах, да, там один клуб и, ну, всё равно, как бы, сели, там, PeopleHowey, да, то есть. А если бы там была больше клубов, конкуренция, то, соответственно, наверное, может и... Ну, возможно, да. Ну, возможно, да, из-за этого. Вот твои треки поддерживали Ну западные диджеи Западные продюсеры, да, известные Скажи, для тебя это вот Значило что-то? Конечно, это первое Это самый главный толчок Когда берет Тебя тот же Не знаю, Джеймс Забиэлла Или еще кто-нибудь, берет твой трек И говорит, ооо, какой классный трек Я его буду играть И когда ты смотришь видео с выступления И видишь свои треки У известных диджеев В сете Где они играют не раз его А играют его на протяжении Месяц, двух Конечно, эта челюсть отвисает Сразу куча лайков появляется У этих треков И сразу Растет рейтинг Вот, кстати, ты помнишь Первый такой момент От самого начала карьеры до сегодняшнего дня Когда ты такой О, классно Ну, что-то Вот самый первый момент Вот этот толчок Кто-то тебя там отметил Твое творчество Что-то такое Да, конечно Что это за момент? Это 97-й год 97-й год Конечно, мне сказали Вот, чувак умеет писать музыку Я сказал спасибо И пошел писать Груто, а какой у тебя самый первый трек Помнишь его? Как он взывался? Ну, сейчас сложно вспомнить все эти треки Я не помню, как называется Надо смотреть Уже много лет прошло Но их на самом деле Это был не один трек Это череда треков Которые люди просто услышали И сказали Это клевая, вкусная музыка Вот у тебя огромное количество ремиксов Да, очень много И действительно они такие Очень качественные Да Как ты выбираешь трек На который ты будешь делать ремикс? То есть Вот ты уже затронул Что тебе важно Чтобы человек был талантливый Да Чтобы качество у него продукт был Что-то еще есть такое От чего ты отталкиваешься? Возможно там популярный трек Оригинал Либо что-то еще Ну, прежде всего Если я делаю ремикс Я смотрю Есть ли ремиксы На этот трек Смотрю Кто на них сделал ремиксы И пытаюсь переплюнуть Все эти ремиксы Своим ремиксом Опять же Текст песни Если он мне не нравится Я не буду Браться за эту песню Вообще у тебя есть Какое-то Не знаю Понятие Идеальный трек Что это вообще такое? Есть ли вообще это? Идеальный трек? Да Из каких-то может Состоит критериев Может что-то еще Например Без вокала Идеального трека не может быть Что-то такое Идеальный трек Он у всех разный У меня трек Тот идеальный Который я могу Прослушать Тысячу раз Круто И он мне не надоест Это идеальный трек Тот, который будет У меня играть В голове Бесконечно И я буду хотеть Его послушать еще раз А не наоборот Орать И говорить Что за Что мне играет В голове Среди твоих работ Есть работы Которые ты Прослушиваешь Вот по многу раз Да Есть конечно Есть Вообще-то Свои работы Насколько часто Свои работы Слушаешь? Я анализирую Постоянно Своё творчество Свободное От своей деятельности Время Творчество Есть ли музыка Которую ты слушаешь Там В машине Дома Которая Отличается От той Которой Да конечно Мне нравится Дипхаус Я слушаю Всякие разные Подборки Которые сам Подбираю И их заслушаю До дыра А потом Собственно Анализирую Всю эту музыку И У меня Рождаются Какие-то Свои идеи И я пытаюсь Сейчас Воплощать Их Ну я думаю Вы все слышали Последние мои Ремиксы Треки И там Слышно Куда мне Понесло Как говорится Среди Вот Твоих Работ Есть ли Работа С этой Ремиксы Треки С которыми Связана Какая-то История Идея Что-то Такое Либо Необычно Как-то Создавалось Возможное Есть Очень Много Треков Которые Мне Приснились Даже так Да Которые Мне Приснились Я Встаю И Бывает Среди Ночи И Приснулся И Дал Есть Еще Трек Джентл Мотив Тоже Самое Мелодия Мне Приснилась Насколько Часто Вообще Такое У тебя Бывает Постоянно Постоянно Круто Круто Получается Ты играешь С 98 Года Это Прошло Уже 17 Лет За 17 Лет Аудитория Уже Твоя Много Выросла Выросли Кому 20 Было Тому Сейчас 37 И так Далее Насколько Это Влияет На Твою Популярность И вообще Возможно Как ты считаешь Влияет Это На Популярность Диджея На Популярность Да Потому что Возможно Меняется Меняется Все Конечно Да Соответственно И Тот Пипл Который Меня Ходил И Слушал Уже У них Дети Выросли И уже Дети Как бы Ходят Но Нужно Просто Не переставать Этим Заниматься И Постоянно Слушать Музыку И Ловить Музыкальные Тенденции Да И Подстраиваться Под них Все Таки Приходится И Если бы Я занимался Экспериментальной Музыкой Там бы Мне не пришлось Ни под кого Подстраиваться Но Так Как мы Занимаемся Именно Танцевальной Культурой То тут Есть Какая-то Дань Моды Да То есть И Нужно Брать Какое-то Модное Звучание И Колбасить В этом Звучании Притом Очень Часто Бывает Такое Что Ты Написал Трек И Понимаешь Что Ты Опередил Всех Где-то На Какой-то Там Год А Может Быть И Два И Через Какое-то Время Это Звучание Приходит И Начинает Колбасить Весь Мир Вот И Были Такие Случаи Некоторые Треки Я Открываю Слушаю Там Которые Написал В 2005 Году В 2006 Году Их Можно Смело Сейчас Идти Играть В клубы То есть Эти Звуки Они Популярны Сейчас Стали Вообще При создании Трека Возможно Ли узнать Заранее Будет ли он Популярен Конечно Возможно Да Конечно Можно вообще В голове Все проработать Заранее А потом Сесть И все Переложить Вот В эту Программку И Все будет Классно Именно так Как ты Задумал Собственно Так и Должно Быть Вот Но Хотя Сейчас Очень Важная Такая Тема При написании Нужно Всех Чем-то Удивить То есть Какой-то Эксперимент В треке Должен быть Который Цепляет Ухо И он Должен быть Просто Нестандартный Подход К каким-то Элементам Если Это Присутствует В твоих Треках И Это Заставляет Человеческое Ухо Слушателей Сразу Подседает Звучание Ух ты Блин Как-то Что-то Не как Не как У всех И Уже К этому Треку К этой Информации Относишься По-другому Вот Тем самым Сейчас Много Таких Нестандартных Треков Которые Если Послушать Даже Топ 40 UK Треков Которые Колбасит Там Это Все Экспериментальная Такая Штука То есть Вроде бы Как бы Это Стандартный Попсовый Трек Но Вот В нем Есть Какие-то Фишки Изюминки Которые Заостряют Внимание Ты думал Ли Вообще Поработать В каком-то Вообще Противоположном Стиле Которого Ты Не Не Работал Часто Тянет Много Мне Всяких Работ Есть Драм Бэйс Трек Есть Трэповые И Наработок Очень Много Всяких Разных И Ремиксов Тоже Нестандартных Тоже Полно А Если У тебя Работы Которые Не Вышли Либо Слушатели О них Не знают И Ты Отложил Либо Ждешь Какого-то Момента Либо Просто Считаешь Что Еще Не Время Чтобы Познакомить Своих Слушателей Да Таких Треков Порядка Тридцати Порядка Тридцати Ну Трек Не Пошел Просто Выпустился И Пошел В стол Хочется Чтобы Он Был Замечен А Для Того Чтобы Он Замечался Нужно Правильно Подать И В нужное Время Ну Да А Ты Думал О какой-то Другой Деятельности Помимо Диджей Может Ты Приходишь Домой Думаешь Чем-то Другим С удовольствием Занялся Полетел В космос Космонав Либо Что-то Ну Вот Когда Кризис Бабахнул Я Стал Задумываться Может Я Чем-то Не Тем Занимаюсь Да Нет Я Тем Занимаюсь Нужно Просто Быть Спокой Ко Всему И Занимать Отдаваться Полностью Этому То есть Я Это Моё Любимое Дело И Я Занимаюсь Именно Своим Любим Делом Оно Мне Переносит Еще И Доход Периодично Ну В этом Я Ну Задумываюсь За твоим творчеством Как бы В этом Я не сомневаюсь Что ты Своим делом Да Занимаешься Но Возможно Может Быть У тебя Было Желание Когда-то Чем-то Ну Другим Не Именно Там Например Все Бросить Музыку И Заниматься Только Другим А Вот Просто Попробуй Гонщиком К примеру Что-то Такого Не Было Ну Не Гонщиком Хотел Снимать Фильмы То есть У меня Все Связано С творчеством Я творческий Человек Я купил Камеру Купил Кучу Перевембасов Для этой Камеры Всякие Стадикам Рельсы Попробовал Все У меня Стало Получаться Но Душа У меня К этому Не лежит Теперь Лежит У меня Камера Лежит Оборудование Когда-нибудь Я Может быть Сниму себе Какой-нибудь Клип Но Это все Очень сложно Заниматься Одним То есть И Видеопродакшеном И аудиопродакшеном Одновременно Это очень тяжело Нужно заниматься Чем-то одним Я понял Что Для Видео Существуют Люди Которые Специально Им занимаются И дают Себя Полностью Этому И Также Соответственно И Аудиопродакшен Должен Делаться Отдельно Вот Ты можешь Нашим зрителям Дать Вот Несколько Советов На тему Как правильно Себя Преподносить Например Лейблом Что-то Вот такое Ну Потому что Огромное Количество Людей Да В принципе Даже Не знают Вообще С чего Начать Как Свою музыку Преподнести Народу Что-то Что-то Можешь Такое Посоветовать Все Очень Индивидуально Индивидуально От Лейбла Ты отправляешь Или От творчества Человека И От Лейбла И От Творчества Чаще Всего Колбасит Как бы Сказать Нужно иметь Личные Знакомства Чтобы Куда-то Попасть Просто Так Ничего Никогда Не бывает Можно Миллион Песен Отослать На какие-то Супер Лейблы И Процент Того Что тебе Ответят Может быть Один Из миллиона Даже Если пишешь Хороший музык Даже Если пишешь Хороший музык Поэтому Нужно Заниматься Менеджментом Растить Себе Связи И Двигаться Именно Так Классный Совет Месяц Назад У тебя Родилась Дочка С чем Я тебя Поздравляю Спасибо Вот Конечно Вопрос Скорее всего Рано Задаю Но Я не могу Его не Задать Ты задумывался Будущая Жизнь Твоей Дочки Будет ли Связана С музыкой И Вообще Будешь Ли Ты Как-то Влиять На Увлечение Дочкой Ну Все-таки Дети Они Дети Своих Родителей Я думаю Что Что-то От меня Ей Все-таки Передастся Может быть Она будет Петь Может быть Она будет Играть На инструменте Хотя Я наверное Уверен То что Я научу Разбираться В нотах И Если Это ей Будет Интересно Пусть Она занимается Этим Без проблем Но Прежде Всего Теннис Большой Или Настольный Конечно Большой Ты любишь Теннис Нет Я думаю Что дочка Полюбит Я бы хотел Чтобы она Занималась Спортом Может быть Не теннис Может быть Что-то Будет Другое Но Я хочу Чтобы Дочь Моя Выросла Именно Спортсменкой Здоровой Да А Следишь За каким-то Видом Спорта Нет Я Не болею Но Конечно Когда Играют Наши С кем-то Очень приятно Включить И с женой И с друзьями За наших Да Есть ли Продюсеры Что творчество Тебе нравится Не принципиально Из какой страны Да Таких Очень много Ну Можешь Выделить Там Не надо 30-50 Ну Вот Например Там Хотя бы Питок Да Мы берем Топ Топ 100 Диджи Маг Диджи Маг Да Я их могу Всех Отметить Они Все Молодцы У них У всех Хорошая Работа Любого Человека Оттуда Можно Взять И У этого Человека Есть Свои Заслуги И Свои Классные Треки Вот Нас Сейчас Смотрят В том числе И новички Кто Например Ну вообще Только занялся Либо Диджей Либо Написанием Музыки Можешь ли Сказать Вот сейчас Для новичка Что важно Качественные Треки Грамотное Сведение Харизма Там Не знаю Артистические Какие-то Данные Либо Внешние Данные Либо Хватит Одного Упорства И Целеустремленности Как ты считаешь Нужно Все То есть Это Должна Целостный Организм Конечно Конечно Если Чего-то Не хватает То Соответственно Возможно Одним Из этих Каче Добиться Добиться Какого Некого Успеха Нет Только Совокупности Конечно Конечно То есть Если Чего-то Не хватает То Надо Человеку Прокачивать Это Обязательно Конечно Это Может быть Раньше Это Прокатывало Но Сейчас Это Не Прокатит У Всех Есть Мобильное Устройство Ты Открываешь Тот же Инстаграм Любую Соц Сеть Чем Она Должна Забита Быть Ну Это Уже Менеджмент Это Моменты Менеджмента Да То Что Что Должно Привлекать Внимание Тут Много Критериев Тут Огромное Количество И Как Человек Если Мы Соц Сеть Говорим То Как Человек Живет Как Отдыхает Соответственно Какое Творчество У него Все Должно Быть В Сейчас Сейчас Такая Ситу Почему Раньше Такого Не Было Появился Интернет Много Вещей Много Вещей Стало Доступно Чего Раньше Не Было Доступно И Соответственно Человек У которого Чего Не Хватает Он Смотрит На Другого Человека У которого Всего Хватает Начинает Не Завидовать Или Еще Что Нибудь И Начинается Вот Такая Начинает Тянуться К Растут И В Продакшене То Что Много Очень Появилось Качественной Музыки Вот И Тут Выживает Естественно Только Сильный Если Ты Не Умеешь Сводить Треки Ну Какой У тебя Трек Получится Ты Понесешь Его Другому Человеку Сводить Один Раз Ты Отнесешь Сделаешь Второй Раз Отнесешь Сделаешь Третий Раз Не Прокатит И Все А Треки Которые У тебя Выходят Они Не Должны Быть Промахами Должен Быть Четко Качественный Трек Без Всяких Там Как Горица Косячков Да То есть Народ Должен Послушать И Сказать Вау А не Сказать Че Там Мне Кажется Вот Там Не Докрутил Да Вот Сейчас Из-за То Что Интернет Развит Я Уверен Что Ты Получаешь Огромное Количество Сообщений Послушай Мой Трек Сто Процентов Вот Можешь Посоветовать Начинающим Музыкантам Как адекватно Относиться К своему Творчеству Ну Не знаю Да Как бы Огромным Просто люди Выкладывают Огромное Количество Там Не знаю Ну Хлама Я не хочу Никого обидеть Но реально Хлама Да Хочется Как-то Остановить Или Это Хорошо Что Они Выкладывают И Когда Они Получают Какую Некую Критику Они Видят Над чем Там Работать Вообще Твое Мнение На эту Тему Я Не знаю Что Сказать Честно Вот Как ты Например На Начальных Этапах Как ты Оценивал Вообще Свою Творчество Что ты В принципе Можешь Кому-то Показать К примеру Либо А первый Раз Как ты Отослал К примеру На Лейбл Ну У меня Не было Такого Чтобы Я Прям На Лейблы На Какие Отсылал Все Было Намного Проще Когда У меня Был Подъем Начался То есть Подъем В 2005 2006 Году Это Все Совсем По-другому Происходило Был Ресурс MySpace Туда Выкладывались Работы И люди Сами Тебе Писали Все Эти Петонги И тому Подобное Они Все Были На Моей Спейсе И Можно Каждому Написать Сообщение И Люди Чаще Мне Писали Чем Я Кому Писал И Собственно Тогда Я Задружился Многими Иностранцами И Когда Они Приезжали На Гастроли Я С ними Встречался Увиделся Мы С тобой Переписывались И Все Пошли Выпили Пивка И Тут же Родилась Идея Сделать Какой-нибудь Бартер Ремиксами Вот Так Я Задружил С Джером Из Господи Как Команд Называется Мутент Хэтс Из Франции Вот Также Подружились Жаким Гаро Диджей Сендер Украинский Диджей Который Собственно Мне тоже Дал Очень большой Толчок В творчестве Как-то Так А сейчас Можно Бесконечно Кому-то Чего-то Отсылать И Не так Это все Наверное Делается Прежде всего Если Ребята Хотите Чтобы ваши Треки Колбасили Вам Нужна Медиа Поддержка То есть Вы должны Свои Треки Нести На радиостанции Если у вас Есть клипы На телевидении Вот И Когда у вас Будет Медиа Поддержка У вас Тогда Откроются Двери Соответственно Слушайте Больше Качественной Музыки Пишите Не хуже Чем Эта Качественная Музыка Старайтесь Сделать Лучше Несите Эти треки Показывайте Людям Есть Куча Всяких Музыкальных Директоров У нас Тоже Полно Этих Лейблов Показывайте Но Писать Лично Вконтакте Да Это тоже Иногда Работает Но Очень Редко Честно Из Такого Количества Спама Который Мне приходит Послушаем Мой трек Послушаем Мой микс Я Ничего Слушать Не могу Просто Физически Выступление Какое оборудование Ты предпочитаешь Возможно Что-то Ты с собой Возишь Да Я с собой Вожу APC 40 Подключаю Коблетону Там У меня Куча Всяких Тулзов Которые Я использую Сети Вот Расскажи О Плюсах И минусах Своей деятельности Диджеинг Написание Музыки Радио Ну Вообще В целом Расскажи Ну Ты знаешь Наверное Больше плюсов Чем минусов Расскажи То есть Самый большой минус В Диджестве Это То что Ты ночью Не спишь Приходится Спать Днем А день Как говорится Кто раньше Встает Бог Дает Много Всяких Поговорок Существует До Того Времени Пока Не работал На Дневной Работе Я Вообще Не знал Что такое День Я знал Что такое Ночь В Москве Я просыпался Там часа В 4 дня Вечера Вернее Там Ну только К 11 Вечера И у меня Начинался День Начинался День Начинался Очень Много Я Не видел А Когда Я Поменял Свой образ Жизни На Дневной Очень Многие Вещи Стал Замечать И Действительно У меня Появились Какие-то Другие Интересы Я Вот Завелся Двух Прекрасных Хасок Круто И теперь С ними Гоняю По выходным На санях Или на велосипеде Занимаюсь Теперь Ездовым Спортом Раньше Этого Я делать Не мог Поэтому Ребята Просыпайтесь Утром И Занимайтесь Спортом И Живите Дольше Меньше Бухайте И меньше Курите Я Например Бросил Курить Раньше Я Курил На всех Своих Сетах Я Выкуривал Ни одну Сигарету А теперь Меня Не заставишь Пить Виски С яблоками Бананами Не заставишь Пить Виски И не заставишь Курить Сигареты Потому что Мне это Неинтересно Стало Не пьешь Вообще Или так Редко Я могу Выпить Вино Но очень Редко Плюсы Деятельности Плюсы Деятельности Удовольствие То удовольствие Которое Мне Приносит Музыка Оно Стоит Конечно Первым Делом Это Семья Вот На втором Месте Все-таки У меня Стоит Музыка Не на первом Месте Она Стоит Семья Дороже Всего На свете Балансировать Да Главное По сути Ну да Семья Музыка Упустил этот момент Ты занимался Помимо музыки Какая-то у тебя Вообще Другая была Деятельность Ну Работа Вот там Ну Практически Вся работа У меня была Связана С музыкой Поэтому Недалеко Я уходил От самого рождения Можно сказать До сегодняшнего момента С музыкой Да Все связано С музыкой Есть ли какая-то Среди всех вечеринок Которая у тебя запомнила Больше всего Где ты выступал Таких очень много Я не могу Конкретно сказать Вот эта вот Вечеринка Их очень много Действительно Практически Каждые выходные Проходят вечеринки На которых я выступаю Они все классные Ну За исключением Там есть какие-то Классная вечеринка Это наличие тебя За пультом Можно так сказать Вот Тогда вот смотри Тогда по-другому Перезадам вопрос Идеальная вечеринка Из чего она состоит Вот Для тебя критерий Идеальная вечеринка Идеальная вечеринка Когда все люди В хорошем настроении Вот это идеальная вечеринка Когда Классный свет И классный звук Все Круто Насколько вообще Аудитория Например Аудитория именно Да Не музыка Отличается Западная от нашей Вообще она отличается? Да За рубежом Народ приходит В клубы Чтобы Послушать диджея А у нас народ приходит Чтобы побухать с другом Не слышат они музыку Большая часть приходит Чтобы расслабиться Просто там покурить Побухать Познакомиться с кем-то И еще что-то А вот за рубежом Берут Билет Смотрят Кто там Арвин Ван Бюрен Мой любимый диджей Я иду на него У нас К сожалению Этой культуры нет Да У нас Большие Большие звезды Такие как Ван Бюрен Они безусловно Они собирают народ Но Возьмем диджеев Из среднего эшелона И Соответственно Увидим Обратную реакцию С чем это связано? Без понятия Ну как с чем? Ну связано Прежде всего С воспитанием Музыкальным К примеру Возьмем Европу Есть куча Всяких Изданий Которые Выпускаются Там Тот же Диджи Маг Журнал Да И там Много всего Там целая культура То есть Люди читают Вычитывают Приходят И слушают Поклоняются Тем Диджеям Которые там Их колбасит У нас Нет этого У нас Привычка Из 90-х Осталась Я не знаю Может быть даже Еще раньше Менталитет Другой совсем То есть Народ приходит Для того Чтобы сходить Отдохнуть Выпить Расслабиться Покурить Это возможно Изменить? Запретить Курить Запретить Расслабляться Курить уже Подзапретили Вроде Чуть пачку Ну подзапретили Посмотрим Вот то Что случилось В клубах Да Народ Приходит Зачем? Чтобы с кем-то Познакомиться Побухнуть Давай по-русски Говорить Домой везти Да И те Которые курят Ну они просто Получается Такая история Когда народ Один пошел Курить И за ним Выходится Толпа И на танцполе Остается Очень мало Да Народ Это Очень подорвало Как бы Этот запрет Ну да Безусловно Человеку не курящему Стало легче Как минимум Дышаться Да Многие Побросали Заниматься Эти ерундой Я вижу То что Да Действительно Друзей Бросило Курить Это очень Классно На самом деле Люди Бросайте Курить Вам не нужно Вообще Лучше себя чувствуешь Намного В конце каждого интервью Я Со своими Гостями Героями Играю В такую игру Конструктор Называется Мы берем Парня и девушку И Какими Ну мы как бы В интервью С того уже затронули Эти моменты Но Все равно Подведем Как некий итог Какими Их надо Наделить Качествами Чтобы они Достигли Успеха В диджейнге Это Абсолютно Любые качества Профессиональные Психологические Там Внешние То есть Ну Какой же так и крути Одинаковые ли Это качества Это первое И Какими Их надо Наделить Именно Качество Девушку Или мальчика И Девушку И мальчика Вопрос Просто Если Конечно Это Одинаковое Качество То Это Абсолютно Разная История Мальчик Диджей И девушка Диджей Отдельно Давай Девушке Достаточно Накачать Губы Ставить Себе Две Взад Исправить Все свои Погрешности И Выйти Одеть Какой-нибудь Не знаю Чтобы все Вываливалось И Это будет Достаточно Потому что Народ будет Визуально Смотреть И Тащиться И курить Даже не будет Бухать Да И курить Даже не будет Бухать Не будет Ставить Какие Сезандры Так Вот А Парню Конечно Сложней В этом Деле Парню Как раз Именно Нужен Качественный Продукт Он должен Выглядеть Неплохо И Соответственно Уметь Себя Преподносить Улыбаться Там Не знаю Кому идет Борода Бороду Отрастить У кого нет Бороды Не знаю Побриться На лысо Усы Отрастить Усы Там Как Мартин Соловек Да То есть Усатый Такой Таракашка И В этом Его фишка Нужно Чем-то Просто Отличаться От всех Соответственно Если ты Пишешь музыку Ну пиши Ты музыку Такую Чтобы Было Понятно Что это Ты ее Пишешь И Чтобы Она Отличалась Каким-то Там Басом Каким-то Там Фортепиано Ты не знаю Там Чем угодно Изюм Какой-то Должен Присутствовать В каждом Треке Прическа Например Ну как бы А можно Обойтись Только Внешними Например Парни Он может Там Не знаю Прическу Такую Сделать Красную Не знаю Все работает На самом деле И прическа И маска Можно Одеть Это все Но Опять же Если ты будешь Играть Унылый Какой-нибудь Прогрессив С маской Какого-нибудь Дикого Козла То Не знаю По-моему Это не особо Будет смотреться Нужно Подбирать Заранее Готовиться Ко всему И делать Какой-то Имидж Правильный Который В дальнейшем Будет работать Вот Ну вот Возьмем К примеру Дэдмауса Прогрессивный Такой чувак И Голова у него Машина Вот И Заранее Продумал Всю эту историю С машиной головой И все И Парень Хорошо себя чувствует Уже много лет Да Много лет Начинали мы В одно время Нет Вот Я вовсю Такой момент Есть ли у тебя Какой-то план По выпуску Треков Ремиксов Ну например Там В год Там Двенадцать штук Либо там Раз в три месяца То есть Вот что-то вот такое Нет Особых планов нет Я Не привязан Никаким лейблом У меня есть свой лейбл Который я Скоро запущу Думаю На своем лейбле У меня будет выходить Там раз в две недели Какой-то релиз Может быть раз в месяц Я не знаю Еще не придумал Как это будет происходить Но будет Как ты будешь Отбирать туда Людей Вот Не знаю Если зрители захотят Могут Как к тебе попасть Прислать мне Позвонить Мне найти мой контакт Я послушаю Работу И скажу Да-да Нет-нет Ты планировал Вообще Чью музыку Ты будешь выпускать Это отечественные продукты Либо И Другие страны Если будут Присылать работу Интернационально Будет Интернациональный Лейбл То есть Мне Будут Ребята Присылать Из Европы И из России Я буду выпускать Только то Что нравится мне Насколько вообще Важно На сегодняшний день Часто выпускать музыку Что аудитория Например Ты можешь выпустить трек Если там Он раз Ну один раз Трек должен выпускаться К чему-то Вот Если ты просто Выпускаешь трек Ты не получишь Не продаж Не получишь Никакой особой поддержки Не заблуждайтесь В том Что Тот же там Джеймс Забиела Сидит И переслушивает Все релизы Там С какой-то там Даты По такую-то дату Он этого не делает Он делает Как Ему присылают Треки Он подписан На какие-то Промо-пулы Их полно В интернете Достаточно подписаться И ты будешь получать Классную Качественную музыку Даже эксклюзивную У нас тут Российские пираты Стараются Вообще Молодцы Ребята Вот Знаю Несколько ресурсов Которые Прям Молодцы Все классно У них И релизы И ан-релизы Все присутствуют В отличном качестве Google вам в помощь Пожалуйста Да Просто ты говоришь Не должно выходить Просто так А к чему-нибудь Приуроченному Конечно Обязательно Что это ты имеешь ввиду Это какой-то Что праздник Прежде всего Трек должен получить Медиаподдержку Без медиаподдержки Этот трек Уйдет в стол Он просто будет выпущен Но никто его Не будет качать Как создается Создается продажа К примеру Вы берете Интернет радио Я не знаю Просто радио Какой-то телеканал Или какой-то ресурс Вы пытаетесь Попасть на этот ресурс Вы попадаете На этот ресурс И Соответственно Куча народу Начинает слушать Вашу музыку И после этого Когда Трек пошел Где-то там В массы После этого Его нужно Выпустить К примеру Можно поступить По-другому Отослать Джеймсу Забиел Трек Джеймс Забиела Скажет Ооо Трек про роботов Классный Вообще Берет Ставит этот Трек про роботов Ваш там У себя В сете Еще Несколько Миллионов Людей Берут Слушают Его подкаст И говорят Ооо Трек про роботов Классный И Начинает Его Шазамить И жмут Кнопку купить Ищут Кнопку купить вернее вот и в этот момент когда трек про роботов появился у забел и нужно успеть выпустить там ближайшее время чтобы нужно следить где появляются ваши треки потому что они могут внезапно появиться в каких-то топ если вы их отослали там куда-то там каким-то директором еще чего-то ну да просто к не появится если только на компьютере ты можешь сказать какие вот качество тебе помогли добиться того что вот есть у тебя сейчас плане музыкальный усидчивость и упорство что-то еще что еще нужно ну конечно не знаю многие говорят что у меня есть талант наверное есть я не знаю если говорят значит есть процентов вот моя передача нам каждый в каждом выпуске я задаю вопросы цели которых сводится примерно к одному да это узнать один вопрос чем мой гость жертву ради своей мечты вот скажи если у тебя жертву ради мечты может что-то да было ли у тебя такое чем вот ты пожертвовал ради мечты возможно это вот время возможно что-то еще то есть были что-то у тебя в твоей жизни такой особо я ничем не жертвовал я просто плыл по течению и выплыл где-то нужно направление ну конечно и ну нужное направление это первая строчка топ-100 до мирового да 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 нужно плыть в ту степь туда еще не доплыл ну я не знаю доплыву или нет это очень сложная работа это действительно сложная работа что туда попасть нужно сделать очень много всего первым делом если раньше можно было без этого про куда-то пробиться без менеджмента то сейчас без менеджмента никуда и нужно собирать кучу народ народа платить им капусту чтобы они сидели и и трудились во благо тебя ну частично у меня конечно такая команда есть и какую-то работу я делаю сам как какую-то работу делают другие люди но этого недостаточно мне нужно больше насколько важно вообще части работы делегировать они делать все самому и важно ли это очень важно нужно заниматься просто тем что ты умеешь делать а если ты сидишь и ищешь кнопку куда нажать чтобы это произошло нет пусть это и делает тот кто знает где находится эта кнопка да 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 вот научился писать музыку ну и пиши себе музыку вот если не умеешь делать менеджмент есть куча контор которые помогут в этом деле да ты будешь отдавать там с каждой гастроли с каждый там какие-то проценты будешь со всеми делиться но извини меня у тебя будет больше гастролей и ты будешь зарабатывать больше поэтому не скупись делись ничего страшного все хорошо ну правильно лучше заработать 50 процентов из серии чем не заработать ничего до сидеть дома без гастролей да конечно безусловно может ли что-то напоследок пожелать нашим зрителям вот что-то такое от себя конечно берите жирную бочку берите к ней жирный бас чтобы а потом все остальное туда сверху накидывайте там тарелочки всякие эффекте к пианинку не знаю там что угодно главное чтоб качала колбасила спасибо тебе жене за веселое интервью за полезное все счастливо счастливо